Доброе утро, дорогие телезрители! Делать одно и то же каждую неделю не радует никого. Это, пожалуй, напоминает сюжет всем известного фильма «День сурка». Однако в этом и заключается наша жизнь, в этой некой цикличности. И эта цикличность наталкивает нас на то, что мы через несколько мгновений увидим рубрику «Разминка», которая расскажет нам, как заниматься на тренажерах. Дорогие телезрители, смотрим внимательно, потому что всем поголовно необходимо привести свое тело в порядок. Доброе утро, уважаемые телезрители! Это программа «Доброе утро!». Сегодня программа «Разминка». То есть я вам покажу, как тренировать грудь. В общем, садитесь, ложитесь, лопатки сводите вместе. Ложитесь так, чтобы штанга была на уровне глаз у вас. Ногами упираетесь в пол, снимаете ее. Берем так, чтобы штанга была на уровне плеч. Снимаете. Вот, в руке вы применяете, делаете вдох, плавно опускаетесь на грудь, касается штанга груди и поднимаете выдох. Вот, получается, вдох и выдох. То есть это упражнение делается в общем трех подходов на 12 раз. Качается что? Грудь, трицепс и плечи. Это основные, основное упражнение для набора мышечной массы. Ну что неправильно делать, когда приходят новички? Ставят ноги. Разложатся, берут сразу большой вес и начинают кидать. Это неправильно, это очень травмоопасно. То есть вот это основной факт. Очень быстро делаете, тоже неправильно. То есть это надо все выполнять подконтрольно. И правильно дышать не забываем. И будете большой, как дядя Сережа. Все. Пока. С вами была программа «Разминка». Смотрите на завтра. Знаете, чем опасна офисная работа? Нет, это не постоянное сидение за компьютером, а постоянные перекусы. А давайте попьем чаю. А я принесла новые печенья. А у меня есть, что вам рассказать. И началось. Бесконечные чашки с чаем. И, конечно же, очень калорийные перекусы. Все это откладывается на нашем теле. Но сегодня мы вам расскажем, как собрать правильный ланчбокс. Самое главное, что там будут очень простые и, главное, полезные продукты. В современном ритме мы часто не успеваем сходить на обед, едим на бегу, а то и вовсе пропускаем прием пищи. Поэтому о том, чем питаться в течение рабочего дня, следует позаботиться заранее. Ролл с лососем. Полноценный обед. Филе лосося маринуем в лимонном соке и специях. Отправляем в духовку на 30 минут. А пока лосось запекается, займемся лепешкой. Равномерно намазываем творожный сыр на лепешку. Кладем лист салата и нарезаем помидор. Готовый лосось выкладываем в центр лепешки и сворачиваем ролл. Такой ролл спасет вас от голода и ни капли не навредит фигуре. Лосось богат полезными жирами и белком. А в сочетании с творожным сыром это очень вкусно. А следующий рецепт для сладкоежек. Мы приготовим фруктовые мини-роллы. Берем пшеничную лепешку и наносим равномерный слой ореховой пасты. Кладем банан к краю лепешки и посыпаем корицей. Сворачиваем ролл и разрезаем на 5 кусочков. Пять таких роллов в первой половине дня сделают вас сытыми и счастливыми. Наконец, уральцев можно поздравить. Весна пришла в наш город. Это не может не радовать. И вместе с весной обновляется и наш гардероб. Сегодня мы поговорим об истории балеток. Очень легкую и удобную обувь, которая есть практически у каждой женщины. Итак, все внимание на телеэкраны. Популярными балетки стали еще в конце 50-х, начале 60-х годов и свое название получили из-за своего сходства с профессиональной обувью в балете. Первая пара балеток была создана в 1957 году дизайнером Сальвадора Феррагама, специально для Одри Хэберн. Вскоре балетки попали на обложку журнала Vogue и стали популярными среди знаменитостей. Их начали носить абсолютно все. Это довольно комфортная и женственная обувь. Популярной сегодня она встречается практически у всех модных дизайнеров и брендов. Настоящий березовый сок – это, наверное, роскошь. И то, что продают в наших магазинах, имеет очень слабое отношение к березовому соку. Пожалуй, это лишь напоминает вкус этого очень полезного напитка. Березовый сок собирается особым образом. И нужно, конечно, его собирать на березе. Я уверена, что наши мамы и папы не раз пробовали березовый сок. А вот современная молодежь даже понятия не имеет, как он добывается. Но на самом деле в нем содержится большое количество полезных веществ. О них мы сейчас и расскажем. Березовый сок – очень ценный продукт, оказывающий благотворное влияние на весь организм человека. Медицинские исследования показали, что прием хотя бы одного стакана в день в течение двух-трех недель оптимально выпивать три раза в день по стакану за полчаса до еды поможет организму справиться с весенней слабостью, а витаминозом, рассеянностью, усталостью и депрессией. Противопоказан березовый сок тем, у кого аллергия на пыльцу березы. В березовом соке содержатся органические кислоты, минеральные вещества, железо, калий, кальций, глюкоза, фруктоза. Употребление березового сока способствует расщеплению камней в мочевом пузыре и почках, очищению крови, усилению обменных процессов. Полезно пить сок и при язве желудка, заболеваниях печени, 12-перстной кишки, желчного пузыря, пониженной кислотности, радикулите, ревматизме, артрите, бронхите, туберкулезе, головной боли и венерических заболеваниях. К тому же березовый сок повышает сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и аллергическим заболеваниям, оказывает глистогонное, мочегонное, противоопухолевое действие. Также соком березы полезно протирать кожу при экземах, угрях, увлажнении и очищении сухой кожи. А еще березовым соком полезно мыть волосы при перхоти для усиления их роста и появления блеска и мягкости. Тем же свойством обладает настой березовых листьев. Наши предки пили березовый сухий, перебродивший в бочках без добавления сахара. Это был традиционный слабоалкогольный напиток на русских застольях. Можно настаивать березовый сок на сухофруктах, в бане, прикрытой марлей, тоже примерно 2 недели. А еще можно добавлять в березовые слезы сок ягод, настаивать их на травах. В общем, используйте на здоровье этот замечательный весенний подарок природы. Для того, чтобы устроиться на работу, недостаточно самого опыта работы, недостаточно хорошего диплома. Главное еще и пройти собеседование. Понравится будущему работодателям. И здесь очень важно знать основные правила. Мы вам в этом поможем. В следующем сюжете расскажем, как успешно пройти собеседование. После того, как вы произвели хорошее первое впечатление, работодатель переходит к вопросам. Первый и самый часто задаваемый на собеседовании вопрос – это рассказать о себе. Казалось бы, что сложного? Честность – это, конечно, хорошо, но работодателю не обязательно все складывать при первой встрече. Задача – произвести впечатление успешного работника. Следующий вопрос на собеседовании – кем вы видите себя через 5 лет? Это, наверное, один из самых популярных вопросов. Самый нейтральный ответ – планирую подняться на несколько ступеней по карьерной лестнице. Некоторые дотошные работодатели начнут уточнять, и тогда придется рассказывать. Можно, конечно, пошутить, сказав, что ведите себя в директорском кресле, но не факт, что ваша шутка будет понята правильно. Следующий вопрос – ваши сильные и слабые стороны. Старайтесь говорить о том, что характерно для данной должности. Нужна организованность? Будьте организованными. Но помните, в случае приема вас на работу, данным качествам придется соответствовать. Почему ушли с предыдущего места работы? Если вы работали по несколько месяцев на каждой должности и решили снова сменить сферу деятельности, скорее всего, вас не возьмут. Почему именно вы подходите для этой должности? Если не имеете опыта работы, единственный правильный ответ – мне очень нравится ваша компания, и я быстро учусь. Старайтесь вести себя естественно, не нужно слишком волноваться или быть наглым. Работодатель тоже человек и тоже был на вашем месте. Заранее подготовьте вопросы, которые будете задавать нанимателю. О компании, корпоративной политике, заработной плате, социальном пакете, коллективе. Не подписывайте договора на первом собеседовании. Сейчас очень много фирм-мошенников, которые предлагают пройти обучение с последующим трудоустройством. Часто обучение платное, но, скорее всего, вас работать не возьмут и даже не дадут сертификата. Всегда внимательно смотрите то, на чем ставите свою подпись. Следующие несколько минут будут посвящены нашим детям, а именно развитию моторики. Как сделать мозаику из трубочек? Оказывается, все очень просто, но эта самая мозаика разовьет необходимые навыки у вашего ребенка. Развитие ребенка – важная тема для каждой любящей мамы. Но как сделать так, чтобы занятия с малышом не превратились в рутину, а были увлекательными и интересными? Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на простую, но очень полезную игру – мозаику. Ее роль в развитии ребенка трудно переоценить. Она развивает мелкую моторику, внимание, мышление и воображение. Предлагаем вам прекрасную идею для совместного творчества с детьми – мозаику из коктейльных трубочек. Итак, приступим! Для работы вам понадобятся коктейльные трубочки, пластилин и картонные шаблоны. Мы решили создать царевну лягушку и симпатичную стрекозу. Сначала нарезаем трубочки на маленькие кружочки, которые и будут составлять основу нашей мозаики. Вы можете играть с цветом и выбирать с ребенком тот, который ему больше по душе. Затем нам понадобится пластилин. Размяв его в руках, наносим на шаблон и равномерно распределяем по картону. Основа для мозаики готова. Теперь можно приступать к самому интересному. Выкладываем как мозаику нарезанные коктейльные трубочки и вдавливаем их в пластилин. Желательно делать это от края к центру. Не забудьте сделать глазки с помощью пластилина другого цвета. Осталось только вырезать корону, и наша царевна будет готова к поискам своего принца. То же самое проделайте с шаблоном стрекозы. Не забывайте в процессе творчества общаться с ребенком, вместе придумывая и разрабатывая сюжеты для будущей игры. Надеемся, что наши идеи подарят вам и вашему малышу много радостных творческих минут и помогут стать еще ближе друг к другу. Я думаю, что просто невозможно встретить человека, который не радовался бы весеннему солнцу. Но в этих первых весенних лучах скрыто немало вреда. О них мы сейчас и расскажем. Весеннее солнце имеет под собой очень много нюансов. Поэтому, дорогие телезрители, как бы вам не было приятно выходить на солнечную весеннюю улицу, не забывайте при этом солнцезащитные очки. А об остальных нюансах мы расскажем в следующем сюжете. Нет сомнения в том, что солнечный свет жизненно необходим человеческому организму. Он способен не только поднимать настроение, но и улучшать общее самочувствие и внутреннее кровообращение. К тому же, благодаря воздействию весеннего солнца, в коже начинают образовываться биологически активные соединения, отвечающие за стимуляцию вегетативной нервной системы. Весеннее солнце способствует усилению процессов регенерации в деформировании тканях, активации защитных свойств кровяных клеток. Также солнце влияет на рост волос, позволяет уменьшить чувствительность человеческого организма к различным ядам и токсинам. Солнце влияет на синтез витамина D, который нужен организму, чтобы постоянно поддерживать уровень кальция в крови. Еще одно полезное свойство весеннего солнца – бактерицидный эффект. Ученые считают, что оно уничтожает и снижает активность многих патогенных бактерий. Однако здесь таится множество опасностей, которым чревато длительное пребывание под весенним солнцем. Весной ультрафиолетовое излучение отличается более интенсивной яркостью. Возможно, ему не удастся нагреть воздух так сильно, как летнему солнцу. Тем не менее, оно дает значительную нагрузку на глаза и даже может привести к ожогу сетчатки глаза. Кроме того, листья деревьев начинают скрывать нас от солнца ближе к майским праздникам, тогда как все предыдущие месяцы весны людям приходится принимать значительную дозу излучения на себя. Поэтому немаловажно использовать качественные солнцезащитные очки в солнечную погоду, чтобы защитить глаза от яркого весеннего ультрафиолета. Я думаю, что многие из нас замечали, что летом в самую жару за городом все-таки как-то легче переносить высокие температуры. А вот в городе просто невозможно. От асфальта пышет жаром и поэтому даже плюс 28 уже ощущается, как будто за окном гораздо больше 30 градусов тепла. Но все-таки асфальт имеет и свои преимущества в современном мире. О них мы и поговорим через пару секунд. Как оказалось, асфальт – это подходящий идеальным образом материал для покрытия дорог, потому что у него масса преимуществ. Со временем он становился все ровнее, что уменьшало шум колес. В отличие от цемента бетона, который использовался ранее, асфальт и бетон быстро высыхал, твердел, набирал прочность и разрешал открывать движение практически сразу. Цемента бетона для этого требовалось целых 28 дней. В современном мире асфальт широко используется и является самым популярным материалом покрытия различных территорий. Одним из многочисленных преимуществ этого бетонного вещества является его пластичность и способность прогибаться, а не ломаться. Это очень важно при создании взлетных полос, так как иногда вес самолета может превышать 140 тонн. Это качество также значимо в создании автомобильных дорог, по которым ездят огромные грузовики, вес которых может быть больше 45 тонн. Асфальтное покрытие очень практично, оно легко подается ремонту, замечательно держит любую разметку дороги, хорошо моется и обладает нужной жесткостью для сцепления колес с дорогой. Современные технологии не стоят на месте и продолжают развиваться. Это касается и асфальтного материала, и методов его покрытия. В список плюсов давно добавлена способность выдерживать большую жару и сильные холода, не боясь перепадов температур. В Советском Союзе предпринимательство было символом чего-то плохого, ведь советский человек должен был производить собственным трудом очень много хорошего и полезного. Сейчас же предпринимательство вышло совершенно другой уровень, и маркетинг продолжает развивать эту самую пресловутую сделку «Купи-продай». В обыкновенном супермаркете есть очень много интересных уловок, но сегодня мы поговорим о прикассовых зонах, о том, как опасно там очень долго стоять, особенно если вы в сопровождении собственных детей. Многие родители замечали, что если очередь большая, то ребенок обязательно что-то схватит с этой самой прикассовой зоны. Но, дорогие телезрители, если вы будете в курсе об этих уловках, то наверняка избежите лишних трат. Прикассовая зона – это место, где совершается множество импульсивных покупок. Стоя в очереди, покупатель имеет достаточно времени, чтобы внимательно изучить продукцию на стойках в пределах кассовой зоны. Задача магазина как раз и состоит в том, чтобы повлиять на решение посетителя сделать покупку. Особое внимание следует уделить расположению товара на полках, потому что даже при идеальной организации работы кассы покупатели здесь в среднем задерживаются на некоторое время. На совершение покупок посетители тратят от 25 до 40 минут. Из них 5-10 минут они проводят в кассовой зоне, и предлагаемые к продаже продукты находятся сравнительно долго в их поле зрения. Традиционно к товарам импульсивного спроса принято относить сладости, жевательную резинку, сигареты, зажигалки, бритвы, батарейки, специи, различные мелкие хозяйственные и другие товары. Кроме того, никакой другой отдел не может на такой маленькой площади достичь такого оборота и такой прибыли. Это служит веским основанием для того, чтобы многие торговцы занялись полноценным обустройством кассовой и прикассовой зоны. Ну что ж, дорогие телезрители, сегодня я вас познакомлю с нашей очаровательной гостью. Елиусинова Бота занимается творчеством, занимается музыкой. И сегодня мы поговорим о ее творческой деятельности, а именно о международном конкурсе-фестивале, который прошел в городе Суздали, в котором, между прочим, она заняла почетное третье место. Бота, расскажите, как это было, в чем была самая основная сложность и, наверное, в чем прелесть этого конкурса? Здравствуйте, доброе утро. Трудности, знаете, во-первых, я была без наставника там, я поехала одна, но не получилось поехать вместе. Поэтому сложно было, что нужно настраиваться самой на выход на сцену, себя как-то вот, сдерживать свои эмоции, вот, это было сложно. А так собраться и сделать это, ну, как я это умею, насладиться, в принципе, это несложно. Сложно, самое главное, это настрой. Сколько было соперников? В нашей номинации человек 10, наверное, чуть, может быть, меньше. Вот, ну, возрастной номинации, там все делилось по возрасту. Ага, понятно. Сколько произведений было в вашей программе? Я играла три произведения, это было одно важное из условий, что нужно было говорить именно три произведения до 12 минут, ни больше, ни меньше. Там, кстати, вот, перед тем, как выходить, уже подходили, спрашивали, у вас точно 12 минут? Если больше, вы снимаетесь. И там репетировали, ну, передо мной минут, наверное, 30 у них шла программа, я не знаю, их сняли или что, там они что-то сократили, может быть, ну, вот, жестко, по времени очень жестко было. Программу готовили в течение какого времени? Мы дополнили эту программу, так как с этой программой я уже участвовала в международном конкурсе в Сочи летом. И мы просто ее как бы добавили и с этой же программой поехали. В руках она, ну, около, около года где-то, ну, чуть меньше. Сколько лет вы уже занимаетесь музыкой? В музыке я 16. 16 лет? Да, 16 лет. Это 16 год. С скольки лет вы пришли? С 8 лет. В музыкальной школе, да? Да. Какое имя? В первой музыкальной школе я отучилась 8 лет. Потом я поступила в колледж, там также 4 года. И уже именно в колледже у меня появилась любовь, так как как-то в детстве это все было по желанию моих родителей. То есть сначала отучись, принеси нам диплом окончания музыкальной школы, там научись играть к Элизе, вот. А там дальше уже как бы ты сама посмотришь, решишь, что тебе нужно. Ну и вот колледж и сейчас их институт. Сейчас я на четвертом курсе. Занимаюсь в классе у Попова Максима Халыча. Известный человек в нашем городе, очень талантливый музыкант. Вот расскажите, вот эта любовь к музыке, которая проснулась только в колледже, сейчас на что вас наталкивает? Это будет вашей профессией или вы тоже идете в преподавание? Ну, у меня уже есть ученики свои, так как, в принципе, я уже в музыке, я в деле. Поэтому пока я в деле, да, я в музыке. Вы только исполнитель или тоже можете что-то сочинять? Нет, вдохновение не пришло сочинять. То есть может прийти? Может быть, да. Ну, в этом году я захотела рисовать. Ага. Никогда в жизни этим не занималась. Получается? Ну, в принципе, да. Замечательно. Поэтому судить так не могу говорить, что будет дальше. Сложно. На этом конкурсе были ли какие-то интересные люди, интересные соперники, у которых вы бы хотели чему-то поучиться? Кто запомнился? Вы знаете, запомнился сам город. Потому что он такой исторический русский город. Очень много деревушек старых, быт русского народа. Кто-то запомнился. Люди вообще... Там люди отличаются, что они недобрые. Вот здесь у нас в Казахстане люди добрее, гостеприимнее. То есть приходи в гости, там, чай, давай попьем. А там все как-то мрачно, серо. Поэтому сложно было с кем-то идти на контакт. Сложно. Ну, вот программа, которую вы играли, например, отличалась чем-то от тех произведений, от выбора тех произведений, которые были представлены на этом конкурсе. Вот подход. Был ли у них, отличался ли он? Думаю, да. Потому что мы включили в программу казахскую пьесу. Пьесу казахского композитора. Это как бы, ну... То есть это представляло меня. Это представляло Казахстан в первую очередь. Что вот именно с казахской музыкой мы выступим. Кто-то был еще с Казахстаном? Нет. Были в Узбекистан. Вот мы с ними подружились, кстати. Да, и вместе ужинали. А с остальными как-то сложно. Не знаю, от чего это зависит. Какие еще конкурсы были в вашей жизни? Вот за последний год именно Максим Михайлович, мы с ним прошли три конкурса. В апреле прошлого года, лето и вот сейчас. Там было два... Сейчас два-вторых, и это третье место. Насыщенные у вас концертные деятели, скажем так. А кто занял первое место? Московская область. Там так близко все. Ну, в принципе, все ровно, там, нельзя говорить, что там, вот, она недостойна. Хорошая девочка, в принципе, я ее слушала, мне понравилось. А какие участники были вот по возрасту? Кто был самый младший, например? Ой, нет, я их не знаю, потому что там очень много было людей, и мы жили все в гостинице большой. Там первый день уступали, там, не знаю, совсем детки, пять-десять лет. Второй день, там, взрослый, и третий, вот мы, до 25 лет. И еще выше, до 40, там были тоже участники. Такой масштабный конкурс. Конкурс. А почему было принято решение, что именно в городе Суздаль пройдет конкурс? Потому что Максим Михайлович, так как это 10-й юбилейный там был конкурс, то есть проводился 10-й раз, а Максим Михайлович несколько лет назад занял там первое место. И когда я приехала, мне сказали, вот, мы помним такого человека, это его ученица, как бы, добро пожаловать. И, то есть, цель была, даже не цель. Ваше желание? Да, как-то вот пойти по его вот стопам. Да, как-то так, не знаю. Тоже запомниться на этом конкурсе. Ну, да, и он там был, то есть хотелось представить уже свое, то, кого он воспитал, скажем так, воспитанец свое. Он доволен результатом? Он, по-моему, больше, чем я доволен. Потому что, да, он там уже на расстоянии, как там все, как все пришло. А ты не отвечаешь, что-то такое, такая каша в голове. И он очень был рад, прям, честно, больше меня. Очень приятно, когда, наверное, у вас еще нет таких учеников, которые где-то участвовали, но наверняка вы столкнетесь с этим чувством, когда вот ваш ребенок, потому что это как дети же, они побеждают, одерживают победы, и это наверняка победа немало степеней самого преподавателя. Большая заслуга ему, конечно. А в каком конкурсе вы бы хотели поучаствовать в дальнейшем? Ну, естественно, в конкурсе Чайковского или Шопена. Ну, это очень масштабный конкурс. Кстати, я вот была в Москве, познакомилась с парнем, который участвовал в этом конкурсе, в Чайковском и в Шопен. И я прям питалась этой энергией. То есть я не только поучаствовала в конкурсе, но и что-то для себя получила от этих людей, которые выше и больше заслуг, чем у меня. И это очень здорово, что можно вот так вот знакомиться и познавать что-то новое для себя. А вот скажите нашим телезрителям, это просто со стороны кажется, вышел на конкурс, ты, конечно, учишь эту программу, это труд. Сколько часов в день вы посвящаете музыке? Максимум пять. Ну, из этих пять часто что-то отдыхаешь, попил, поел. Ну, три точно. И то, может быть, не каждый день получается. Три часа. Пока вы учились в школе, вы отличались от остальных каким-то вот ярким талантом? Или все-таки вы были уверены в средний чок? Нет, была средняя абсолютно. Занималась так без энтузиазма, без какого-то восторга. Ну, мне нужно было доказать родителям, что я могу. А потом уже я хотела большего, уже дальше. В более зрелом возрасте. А кто стал именно тем человеком, который натолкнул вас на мысль, все, мое, буду? Это мой предыдущий преподаватель Ольга Петровна. Ей тоже большое спасибо, потому что, на самом деле, это как вот в спорте. Наверное, просто все не понимают, как это. Вот в спорте есть твой тренер, который ездит с тобой на соревнования, там, на сборы у них что-то еще, опекает их. Также у нас есть наставник, который в тебя вкладывает свои силы, свои знания, и этим людям я очень благодарна. Они как вторая мама и вот второй папа, наверное, так. Разглядела у вас. Да. Здорово. Ботан, все-таки это, наверное, не то, что работа, да? Это призвание в какой-то мере. Это очень сложно и требует от себя каких-то моральных очень сильных качеств и ресурсов. Вот когда заканчивается, например, что-то не получается, когда заканчивается терпение, когда вот наваливается вот этот груз, что надо, а не хочется. Что помогает? Друзья или какие-то увлечения в жизни? Соперники. Дух соперничества, да? Ты смотришь, а вот он может больше, я тоже могу. Почему нет? И ты занимаешься? Это работа, как бы, ну, по сути, да. Не было мысли бросить в какой-то период? В школе, да, музыкальной. Дальше, ну, так, было сложно, скажу так. А родители, вот, неоднократно вы подчеркивали, что именно родители были инициаторами. Почему? Вот обычно, ну, отучился в музыкальной школе, ну, замечательно умеешь играть, и все. А вот музыкальный колледж дальше продолжить, это было их решение? Ну, они поддерживали? Да, они поддерживали. Мои родители нет, они никак с музыкой не связаны. Не могу сказать, почему именно. Не знаю, вот как-то пошло уже. Даже не было разговоров о какой-то другой профессии. Ни за кого финансиста, никаких там бухгалтеров. Близко даже. Вы, у вас есть братья или сестры? Да, у меня сестренка, у нас с ней два года разница. Вот она как раз-таки что-то там с финансами. Я даже не разбиралась. Она не творится. Нет. Училась? Пыталась, но забросила. У нее, значит, сопротивление было сильнее, да, родительская Оля? Очень интересно, знаете, очень редко можно встретить родителей, которые поддерживают вот это. Иди, твори, учись. Потому что такая все-таки очень тонкая материя, и непонятно, кем ты будешь в будущем пригодиться, а оно не пригодится. Вот вам повезло. Вот скажите, какие у вас, например, любимые композиторы? Какие произведения вы любите? Ну, по мне, может быть, это как-то связано с характером, больше по душе музыка Сергея Сергеевича Прокофьева и, наверное, Рахманинова, более по душе. Прокофьев и Рахманинов – это все-таки композиторы совершенно разного склада. Да, 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 разные. Прям вот почему такой интересный контрастный выбор? Ну, Прокофьев, он был вообще необычным, его при жизни его музыку не воспринимали, говорили, что это вообще не музыка, это какой-то грохот. Видимо, у меня внутри то же самое, что… А Рахманинов. У него, да, у него лирика, но сравнивать сложно всех композиторов, у всех у них свой стиль. Но вот это именно русская классика сейчас. Да, это советские композиторы. Ну, естественно, Шопен, это лирик, это романтизм. Нельзя выделить конкретно, вот сказать, это мой любимый композитор или я только играю его музыку. Нет, ни в коем случае. То есть все, на то они и выдающиеся композиторы. Ну, знаете, я от музыки человек тоже недалекий, у меня за плечами тоже 8 лет пребывания в музыкальной школе, но мне вот очень близок Бах, например. Мне, кстати, нет. Мы с вами разные. Да, мне вот он очень близок, понятен, и вот я его произведения беру, они вот у меня получаются. Здорово. А вот Прокофьев вот ни разу в жизни не играл, поверите или нет. Ну, и так как у нас программа утренняя, я думаю, что вам есть что пожелать нашим телезрителям. Наверное, это будет что-то из разряда добивайтесь своей цели и идите вперед. Дорогие телезрители, я вам желаю хорошего дня и творите, творите что-то в жизни интересное и чтобы это было вам по душе. Ну что ж, дорогие телезрители, я думаю, что вы узнали сегодня немного больше о людях, которые занимаются профессионально именно музыкой. Люди эти очень твердого характера и, поверьте, изо дня в день учить одно и то же, играть одно и то же, это не забава, это труд. Причем труд очень тяжелый. И когда мы слышим со сцены очень гладкое исполнение, поверьте, за этими прекрасными мелодиями стоит, если не кровь, то очень много усилий. Всем отличного дня, хорошего понедельника, до скорых встреч. Этот день может стать самым счастливым в вашей жизни. Ваше материальное положение упрощится самым естественным способом. Возможны неожиданные и довольно крупные доходы. На личном поприще все просто прекрасно. Множество мелких и неотложных дел мешает вам сделать правильный выбор. Учитывая ваши прирожденные трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают. Близнецы. Вероятно, что принципиальным, целеустремленным близнецам вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года. Только энергетичные и находчивые близнецы могут многого добиться в профессиональной сфере. Рак. Этот день благоприятен для активной деятельности, спортивных мероприятий. Раки могут поражать окружающих своей сноровкой, смекалкой и реакцией. Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будете чувствовать себя. Лев. Повышенная работоспособность и целеустремленность помогут львам справиться с любыми задачами. Поставьте себе высокие цели, не бойтесь провалов и неудач. Предлагайте свои идеи начальству, ищите партнеров для осуществления новых проектов. Дева. Дети-девы могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло. Весы. Не исключено, что дела некоторых весов зайдут в тупик, и им покажется, что из создавшегося положения нет выхода. Не лучший момент для подписания документов, заключения сделок, начало переговоров. В любом случае проявите выдержанность и повышенное внимание к деталям. Скорпион. Этот день символизирует ложь, обман, кражи. Скорпионы будут разочарованы в ком-то из близкого окружения. Тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы она не оказалась ложной. Стрелец. Придумав идею, стрельцы могут активно взяться за дело. Однако многие не найдут мотивации для усердного труда. Настраивайтесь на то, что работа должна приносить деньги, а замыслы всегда реализовываться и приносить значительный успех. Козерог. Козероги будут настроены с понедельника начать новую жизнь. Многие будут иметь потребность физической активности. Наиболее эффективными сейчас станут не силовые нагрузки, а упражнения на растяжку и гибкость. Полезно ввести в ежедневный рацион продукты, богатые кальцием. Водолей. Не исключено, что водолеем представится отличная возможность поработать с зарубежными коллегами, поехать на стажировку. Многие столкнутся с языковой проблемой. В этот период используйте все возможности для изменения качества своей жизни. Рыбы. Этот день может оказаться продуктивным. Вам удастся повысить дисциплину в коллективе, улучшить организацию труда, укрепить свои служебные позиции, в общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности. Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если будете использовать свою способность свободно ориентироваться в любой социальной ситуации и находить выход из любых затруднений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин